Они касаются футбол-менеджера, потому что несколько выпусков подряд этот вопрос уже тянется. Просят меня рассказать о том, как я отношусь к серии, играю ли я сам, и что я думаю об историях успеха людей, которые, играя в этот симулятор, потом смогли попасть в профессиональные клубы. К играм я отношусь к футбол-менеджеру с огромным уважением. Мне кажется, это лучшая футбольная игра, которую можно только придумать и по детализации, и по тому, как интересно само погружение в этот процесс. И все интереснее и интереснее они становились. И я бы играл с радостью, если бы у меня было больше времени, но сейчас его просто нет. И уже несколько сезонов подряд, думаю, больше, чем хотелось бы. Я даже не устанавливал, потому что даже вот времени установить, один раз поиграть и забросить не было. Раньше несколько сезонов были такими, но уже давно я от этого вынужден был отказаться. Немножко скучаю, очень сильно мне нравилось, очень сильно завлекало, очень много времени отнимало, к сожалению. И если говорить о том, что из этого уместно в большом футболе, то мне кажется, все-таки... В настоящем футболе, в большом футболе. Мне кажется, все-таки та часть игры, которая касается селекции, она очень сильная, и она может служить определенным стартовым базисом. Она очень продуманная, она очень сильно вовлекает людей из разных частей мира, которые очень сильно знают свои локальные команды. И, может быть, даже у лучших клубов нет такого охвата. Есть большая глубина в отдельные рынки, но такого охвата, может быть, у них и нет. И это уникальная штука, и, конечно, в настоящем футболе это можно использовать как первичные фильтры в селекции, и это может быть очень полезным. Следовательно, люди, которые в этом очень хорошо ориентируются, если, может быть, они не только играли, но участвовали в каких-то стадиях разработки базы данных, вот они могут, мне кажется, и в футболе добиться успеха. Что касается других историй успеха, которые как-то приписывают футбол-менеджеру, то есть уже непосредственно внутри тренерских штабов, например, есть в России даже такой пример, который мне известен. И этот человек не ассоциируется, наверное, уже с футбол-менеджером, но когда-то он был легендой форума, которую обсуждал футбол-менеджер, это Евгений Шевелев, который сейчас возглавляет аналитический отдел ЦСКА, если я ничего не путаю. То есть он точно в ЦСКА, но должность мог немножко перепутать. Очень важную роль вообще в аналитической среде играет в России. И вот он когда-то был легендой футбольного менеджера, легендарным персонажем на форуме. И, наверное, можно это привести теоретически к истории успеха, которая связана с футбол-менеджером, но я думаю, все-таки в таких случаях, когда речь не о селекции, а о чем-то более детальном, о чем-то более тренерском, тут уже просто идет не какая-то прямая конструкция, тут идет просто любовь, которую ты получаешь к этой части игры, к этой части футбольных вещей, и потом уже развиваешься вне зависимости от футбол-менеджера. Наверное, тут такая все-таки связь присутствует. Так что к историям успеха по-разному я отношусь, игру очень сильно уважаю, играть времени у меня в нее нет. Ну и дальше тут еще был один смежный вопрос. Предлагали провести стрим, где я играю в футбол-менеджер за Арсенал и показываю, как тут сказано, показываю, какой я классный тренер-аналитик. Как будто это коррелирует. Ну, ответ на этот вопрос тоже, по-моему, очевиден. Мне кажется, что это вообще очень узкопрофильный запрос, и не много людей, точно меньше, чем этот стрим посмотрят, такой стрим. И думаю, все-таки у меня времени на это банально не хватит, чтобы еще освоить какие-то фишки новых менеджеров футбольных и новой части футбол-менеджера, и еще стрим запускать.